Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Террамобил на Янаульской 1А Еще полгода назад вот так пройтись, держась за руки на улице, для семьи Долженковых было крайне сложно. Мама семейства Ирина Долженкова с трудом вставала с кровати и ходила по дому. Рак шейки матки превратила молодую цветущую девушку в немощного человека. Однако спустя полгода ситуация изменилась. И лучше стало. Сразу заметно боли прекратились. По ночам спим. Мы уже спокойно, без просыпания, без скорой. Этого удалось добиться благодаря врачам израильской клиники. Они назначили Ирине два курса химиотерапии, которые дали свои результаты. Полностью исчезли две из трех опухолей. К тому же девушка стала чувствовать себя значительно лучше и смогла проводить все больше времени со своими двумя дочками. Напомним, что оплатить два курса лечения помогли неравнодушные нефтекамцы. Они собрали 80% от необходимой суммы, а это почти 3 миллиона рублей. И семья Ирины очень благодарна всем, кто откликнулся. Хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным, кто помогал и до сих пор помогает мне. Без вас мы бы не справились. Спасибо большое и дай Бог всем здоровья. Однако коварная болезнь не исчезла полностью. На обследовании в июле стало известно, что у Ирины обнаружены новые метастазы. Врачи назначили еще один курс лечения весьма дорогостоящим препаратом. Несколько человек знаю, которые хвалят, которые сами лечатся с этим препаратом и говорят, что очень помогают. И многие излечились с ним. Это то есть такой препарат, который иммунной системе сам помогает бороться с раковыми клетками. Ирина и ее семья вынуждены вновь просить горожан оказать посильную помощь и перечислить средства по указанным реквизитам. Ведь сумма в 2 миллиона 800 тысяч рублей. А именно столько стоит третий курс лечения семье Ирины Долженковой в одиночку не собрать. Все родные просят неравнодушных проявить милосердие к молодой супруге и матери двух маленьких девочек. Хочу, чтобы мама была совсем здоровой. Лариса Миронова, Валерий Зазулин. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова